всем еще раз привет топ старт делал сейчас ну чтоб удобнее было заливать естественно александр т д руку не пожалуй не знаю потом пожмет и у корейцев все на самом деле манерно там просто и может регламент какой-то есть я без понятия там в чем дело почему как что и зачем да вот не хитом Так, а может мне сразу заливать Тогда на ютуб, Андрюх, чтобы ты Оперативно выкладывал? В принципе, это же запись Скорость заливки Ну, на скорость Входящую это влиять никак не будет По идее Мне кажется, это неплохая идея будет Как вы думаете, ребята Да, Андрюха Только за Поэтому я Так, сейчас проверю только, ребят А нет, это новый год начал писаться Так, ребят Вот он, вот этот Поперло Ну и наи Ну, лучше Заработать Ну, что, он Ну, вот Мой тиммейт Ну, вот Ну, он Он действительно На рице На этом Временшем Ну, я Ну, я Ну, это Ну, я Ну, я Ну, это так погодите а ведь в си джей команде бани и бионг же тирана да получается то есть но это получается не очень хорошая идея играть через минки против hero почему просто потому что они играют как раз через эти минки и hero с этим стилем знаком как никто другой так и ябро по второй игре определимся с чем я не понял а типа мне про прогнозы делать что ли я же берешь тоже уже не рад что в конкурсе от кибет участвую там я на классика запилил условными единицами ставку вот счет я думаю будет 31 или 30 в пользу классика вот не уверен не уверен пусть 3 1 3 все равно пальцем у него не на бьял кстати бой может дать в принципе короче не суть нам показывают предыдущую матч киберспейс нет будет играть сегодня а погоди 2257 до завтра будут после 12 до 10 утра примерно той позже и а то и дольше будут идти эта игра и сегодня и завтра еще стрима часов минимум 10 я думаю минимум конечно я до конца конечно я до конца ребят о чем речь если я не стримлю самый главный турнир году ту игру которой я занимаюсь в том занятии которым я занимаюсь тут чё я вообще кто что я вообще да я не очень понимаете сами привет всем ребят ну я правда не знаю как физически я это выдержу но думаю что выдержу просто такого такой темы как как 12-часовые стримы в последнее время редко происходят они будем там кофеёк какой-нибудь хлистать ночью просто тяжело мне еще пока представить что еще столько столько всего еще вот этих товарищей слушать просто по миллиарду лет спасибо бомбит на районе отвечать они на районе не отвечаю свои слова всегда надо везде отвечать да я и так знаю на что я способен 16-часовой стрим два раза в жизни был потому что 16-часовой карл и все конечно же зависит от игр потому что ну если ты смотришь ладно не буду говорить что ты смотришь не очень что и тогда это одно как сможет близко на совершенно другое так ли сейчас я колду подчеркивание дэй поддержал ваш канал на сумму 300 рублей ровно тыс спасибо кода дэй очень приятно кризис привет переходить на более денежные дисциплины в смысле а чем почему они более денежные вот что-то не поняли что-то не представляю если честно овервотч тем более которая только вышел чем с чего он более денежным то сразу стал плюс как бы меня смотрят за starcraft да есть постоянная аудитория спора нет но но всегда есть но посмотрите реклама лотва может быть какие-то новые ролики показывают нам покажут так павел викторович 1111 на асбер спасибо за стримы спасибо тебе большое большое-большое-большое нет яндек вообще нету пока короче если что извиняюсь причем 10 верта как бы у него есть своя аудитория ну хотя из тоже херстоун я бы давно начал стримить бы как бы в то время еще то тоже такая бы была понятно мне просто это неинтересно как бы честно него то интересно чтобы мишка и нигде там к это тупи уж идет где киберспорт понимаешь starcraft это киберспорт да много кто будет фармить лотов но я думаю что потренируясь немножечко в лотов еще обязательно ну чтобы так хотя бы гмальчик там было не знаю посмотрим сейчас просто очень много всяких дел я восстанавливаюсь после операции своей уже хожу очень неплохо уже на палочке иногда выхожу не на костылях вот даши жены моей тоже там будет операция скоро круче на по напасть в этом плане потом решится когда вопрос живем то тогда думаю что уже запилю что я чисто отдельно стримим где то может быть и буду fp больше играть посмотрим да включу звук dark templar free последняя миссия за тиранов с приходящей по кд королеве клинков жесть ну да жесткая но там есть одна имбовая тема которая очень сильно решает буду проходить покажу вам это вот эти башни которые ты разрабатываешь то есть там есть башня на замедление она так себе а есть башня на переманку если контроль нормальный там просто грудов всю вот эту хрень воруешь и как то вот так вот финтует конечно же нет ну как нет часть то придется наверное взять не знаю посмотрим с этим я еще пока не хочу даже про это думать ну что то есть как бы все годы потому что ну моих стримов копил ну ну киберспейс не я же говорю в турнирах можно планировать начать когда ты планируешь тренироваться Если получится с этим что-то, может, где-то еще и сыграя, но каких-то великих прям целей я себе не ставлю. Но если тренироваться, то надо тренироваться. То есть интересно, может, куда-то поездить, да, там, как бы, что сейчас в турнирах столько проходок. Ну, там корейцы все заполонили, конечно, что очень тяжело, не как раньше. Почему Innovation фаворит? Потому что он GSL взял, и он силен очень сейчас. Конечно, он фаворит, но... Но я не думаю, что никто не сможет и на Вейшн остановить. Ну что, две минуты, Биал Классик скоро начнется. Привет всем, ребят! Что за башня, я говорю, которая разрабатывается там в этой компании в этом, ну вот. Здорово, Дим, конечно, присаживайся. Вот. Я там проходил последнюю миссию, ни разу не врубая вот этот артефакт с Илнага. Помню, ну что вот с этой темой, с этими башнями. Там тоже за... Вейлиал, привет! Конечно, работает Яндекс. Баба. Тутарис, я не знаю, что пищит. Маша еще в школу не скоро. А вот в садик на следующем летом, да. Конечно, на Экспертиде. Я же говорю, там есть башни, которые последние, по-моему, они разрабатываются вот этих в лаборатории. Одни на замедлялку, другие на переманку. На переманку они имбовые. И воздух убивал, и землю убивал. Ну, воздух сложнее. Воздух сложнее. Мамаду. Блин, надо вот Локи все не сделали, а от 50 рублей баба говорит только. Она у нас не какая-то там, сами знаете кто. Валютная. 35 через пищу у лу-лу у пьящика следит за тобой. Спасибо тебе. Ну, замедлялкой контролить не надо. Теми башнями контролить много просто надо. Ну, и понятно, задрот. Сейчас я буду проходить. С первого раза будет не очень легко. То есть, надо, естественно, разыграться и все такое. Так, ребят, сейчас встану, окошечко открою. Добавлено в Т-Мобиле. Да. Субтитры делал DimaTorzok 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 Кое-что я выложу ДимаTorzok Приятно, что смотришь до сих пор Вот, может быть по лотову все-таки и турик будущим, какой-нибудь запилен Так, микрофон включен, вот он классик, вот он зилок Посмотрим, что говорят Короче, говорит, не очень было в начале года классик, но потом выиграл Стал Ригу, потом и ЕМ и вроде как неплохой год стал сразу, ну да, что блин, 40 тысяч баксов выиграл Короче, вторые места и в Старлиге и на GSL, Бьял говорит, это тоже хорошо, я доволен Очень хочет классик выиграть Близзкон Очень много тренился Плачет, нифига себе, мама постоянно в зале и Бьял плачет, потому что она там, блин, вот это, посмотрите, это, вот кари, вот почему они тащат Посмотрите просто на это Так, Бзик, почему Твич отключить не понял Короче, за поддержку Тидим еще раз спасибо и всем спасибо Кто уфлайн? А, Твич уфлайн? Почему? А, сейчас я стартану, рестрим попробую, может быть пойдет Должно пойти Да, не знаю Просто это, вы думаете, что это стоптарт Ну что, ребят, наконец-то начался какой-то разговор, Классик, уже сидит с бьялом. Так, Евгений Валентинович на Сбер-250 присылает. Поправляйся скорее, Помидоркин. Спасибо тебе большое, Жим. Уже хороший темп, я думаю, что все нормально будет. Я уже жду не дождусь, когда смогу побегать. Конечно, на кикбоксе он пока рано будет идти. Да и вообще тяжело. Так, спасибо за плюс записи. Я не знаю, пока я назвал ее так, я думаю, что не буду просто заспамливать каждым матчем восьми записями. Я буду просто вот в эту добавлять новую, как бы, и там будет. И там будет новая появляться, просто как раз она уже заплюсованная. Всем спасибо большое. Я думаю, что он уже не самый высокий зерк, если не самый лучший зерк в мире. Я уверен, что он был предпочитен. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Биала мама плачет, и Биал сам поэтому плачет, мама из него болеет в зале. Короче, это такая вот история. Ну что же, на Биала у меня запилен, в общем-то, прогноз мой, в смысле, на классика против Биала, но на самом деле, если зерг выиграть, то тоже хорошо. Зергов-то всего четыре штуки, и везде они столько лайф сливов варить, у остальных-то что-то не очень. Ну, Classic не проигрывал вообще Биалу ни разу по статистике. Ну, там всего три матча, они в 2014, по-моему, году были, так что всякое может быть. Поровну голоса комментаторов разделились, часть за Биала, часть за Классиком. И мы уже три для Биала, три для Классик. И это мне, Натальонис, и Ротти, которые у меня были на Классик, но вы три у меня были на Классик, но вы три у меня были на Классик. Это действительно feels like это очень близко, я думаю, что это седьмой-то, 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 поэтому это не очень близко, как это, в том числе, как, где они закончились в рейтинге. Это действительно open-handed, я не могу не быть удивлен, если кто-то будет на Классик. Так что вы both gone for Биала. Когда я смотрел на Классика, Биала не победила Классик. Он не победил Классик, он не победил Классик, особенно, в Стали, они играли, когда Классик в Классик, в последнее время, вы вы знаете, что вы можете победить? Ну, и ты, что вы говорите. Почему? Почему он будет? Я, я неandel, что-то, 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 я думаю, что это 50-50. Ладно, пусть идет твич этот, не напрягает никаким образом. Валиал поддержал ваш канал на сумму 51 рубль ровно. Если Яндекс.Баба работает, то почему она постоянно молчит? Хорошего стрима по Амииич, тутс-туц-туц. Спасибо, Валиал. Действительно, чуть она молчит. Работать надо ртом своим роботизированным. Или чем она там говорит-то? Спасибо за поддержку. Наконец-то. Как я ждал. Наконец-то игра начинается. Поехали. Здорово, Фулгоруч. Ну что? О, да, первая карта. Классик какой-то. Смотрите-ка у него усишки просто. Вот это действительно усишки. Такие там. Как у мыши. Ну что, 15-го хат объял. Давайте-ка я потише сделаю. Там интервью все эти смотрели. Если бы там был Ревыч, то ему можно было бы пригорать. Очень сильно. Хоть толк бы был. Ну и так есть на самом деле прогресс. Но нужно работать. Ну что? Через гейт Нексус от Биал. Чнее, после Нексуса гейт. 15 Нексус от классика, прощу прощения. Биал в три хаты играет. Пул. Билд. Короче говоря, макро начало очень такое сейчас происходит. Посмотрим, что у нас тут классик, конечно. Компания. Продолжение следует. Продолжение следует. Продолжение следует. Ну что, готова хата Газа пока у Биала нету Понимает классик, что здесь за билд Два линга всего лишь Четыре линга строит Биал Два на разведку побегут Два, наверное, будут проверять всякие прокси Пытаться Вот Не пытаться, они проверят По рабам просто, естественно, впереди Пока 30-23 Билд у него тоже халявный был максимальный 15-й Нексус Интересно, что будет делать классик Будет ли быстрый третий Нексус Или же будет какая-то двухбазовая пока развитие Сейчас мы все это увидим Форжи пока нет Ну форжи пока так рано Сейчас и не ставят, на самом деле Понемножечку зерк нагоняет по рабочим Там три инъекции будет от королевеса сделано И очень-очень много будет личинок Убьяла Желательно Билка поддержал ваш канал на сумму 51 рубль ровно Я женщина, а не стример Спасибо, Булка Нужно ставить, я вот считаю Может быть даже ущерб одной инъекции На такой стадии Пораньше криптумор Для того, чтобы, например, вот с мейна Прямо вот сюда впиливаете Сразу же соединяете мейн вторую И дальше сюда к третьей тянет Чтобы три базы соединились полностью Но пока такого нету Пока такого нету Криптумора здесь Но я думаю, скоро будет Пока что идет раскачка Парабам уже зерк впереди Причем очень быстро Бьял, посмотрите У Бьяла по билду будет Вот Сливка говорил, что к 8 минуте 60 рабочих должно быть Или 68, как-то там у него Как-то так у него Старгейт строит Бьял Классик сейчас Бьял Заметил ли его, я не понимаю Возможно, даже нет Третий Нексус уже сейчас начнет добываться Третий Нексус тоже очень ранний Но вот как-то Нет, пробки строятся сейчас Пробки строятся У наземного Викинга дропнуть с Медивака Дропа и Шаун уже летит с тобой То есть прямо в Медиваке трансформировался Чтобы Как крылатая ракета, да, вылетал снизу Ну, хорошая идея Ну, так тогда Сталкеры должны Прямо в призму блинкнуться Подлетел так призма Из нее блинкнулся Просто из космоса Потом назад Много таких всяких Можно придирок в Старкрафте И там почему юниты По размерам несоизмеримы Тут все для баланса делается Естественно Ну что, оракул строят сейчас классик Коготь у Бьяла пошел Делается Роуч Ворон С двумя оракулами Классик, простите Чего я их путаю-то? С двумя оракулами Классик хочет вылететь А у Бьяла пошел Пошел Спайер Это интересное решение Старгейт ведь у Протса есть Если он просто добавит сейчас Фениксов Увидев Увидев Спайер То у него будет все замечательно Прилетает сейчас Классик Спорок ровно ноль убьяла Это такой провал Рабочих погибнет Просто невероятное количество Посмотрите, как они Запекают рабочих просто Ну вот, видно сразу профессионалы Им бы шашлык из рабочих Жарить оракулами Наверное, когда Когда война кончится Когда лотов кончится Да, там как бы В Старкрафте Оракулы именно этим и будут На Айори заниматься Вот Хорош прохладных историй 16 дронов потеряно По рабочим Протс уже впереди По лимиту Протс впереди Мягко говоря, не очень хорошее Для Азерга начало И уже строит Фениксов Классик Потому что он видел, что Спайер скоро будет готов Четвертую хату Ставят Беял Дронов восстановил Вперед вышел Ну, удар оракулами был Ну вот, я не знаю Оверы врывались Да, ты не увидел Старкейт Но ведь А если с Ныком Почему? Почему? Пожалеть Три дрона Там 150 минералов И три спорки По 75, то есть это Сколько у нас получается 225, а 150 375 Просто жалеешь ты И в итоге теряешь На нереально большую сумму Тем более рабов Как бы Не знаю Как по мне Так спорки Если Протса есть третий Нет То есть он играет В принципе в макро Почему бы спорки не запили Если он как-то улынет То ладно Там можно заметить Как-то рискнуть А так-то Чего тянуть Королеву Тут на халяву Которую гуляла Без скрипа Забирает Классик 126 Лимит на 111 Пока первая игра Выглядит просто Для Бьяла Бесшансово Как-то Но я думаю Что еще не вечер Да и в этой игре Еще нельзя Что-то сказать За Бьяла Посмотрите 67% За Бьяла Гласует Что он выиграет Ну Не знаю Статистика не в его пользу Конечно здесь Но статистика не всегда И все решает Сами Знаете Четыре делка Варп Отменяет Сейчас очень четко У нас Классику Бьял Ну Классик все равно Идет вперед Он идет на Он на трех На трех базах Пуш делает Сейчас с Блинком Интересное решение Такое Очень хорошо Сейчас забежали Линги Подгрызли Сентрии Очень много Но часть и выжила Часть лингов Тут забирает Классик До Варпы идут Лимита больше Боевого лимита больше И Бьял еще В милишной игры Доиграет То есть у него Гейдра не очень Грейжена Здесь нас Так Лита Викинги Пытаются Спросить Кие викинги Фениксы Пытаются Фокуснуть Инфестров Они поднимают Трех То есть Микос Не выкинуть Филды Просто великолепные От классика Гейдра Отрезана От основной армии Сразу же Разваливается Агрессивный Блинк Вперед Разгромил Классик Просто 160 на 100 По лимиту Только с заказом Зерга Становится 120 Но это Абсолютно Очевидное ГГ Это просто Это вообще Не знаю Это разгромище Вообще Дичайший Это дичь Какая-то Ну что же Видно Что классик Просто знает И против Бьяла Он очень силен Каких магнетронов Я чуть не понял Наклеивали Интересная какая-то история Знаю что это изобретение Еще в 50-х годах И это СССР Было запрещено Из-за вредности Точно не помню Как придумалось Пользователь Алексей Казхемиак активировал премиум на ваш канал Так Спасибо За сообщение Лилу пара четвертая играет Ну то есть Считайте Прикидывайте Примерно Когда Примерно ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! 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 ЗИТРИ邸 В СЕ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ! как в том ролике лотов но только в этом ролике зилок косичнул он не так расторопен был что плюс 2 гейта еще форжа готова будет плюс 1 но это более надежный выход я вижу видится мне это как более надежный выход 3 nexus через три гейта плюс 1 потом впоследствии twilight blink стандартный скорее всего показывают сообщение пользователь наверно да можете тоже что-нибудь написать ну там наверно русские не будут какие-нибудь показывать можете по-английски привет передать я не знаю может может кого-то выложит например ну что третий нексус ставится да все абсолютно верно выходит classic надежный третий нексус фатон очка пошла пилоны заказана сделки спускаются бьялу ответить нечем он тоже халяв халявно играет у него три хаты у него 60 ну по рабочим кстати лучше чем хотя не примерно то же самое что и в предыдущей игре получается но учитывая более поздний третий нексус медленнее немножко просто будет нагонять и я думаю что вот это как раз предпосылка для пуша например линга гидро но здесь строится руч ворон и ой-ой-ой-ой-ой ребятки что тут бьял затеял это врыв на подземном муве ручей с трех баз это сверх агрессия вы помните этот билд он на самом деле ну очень сильно но робота робота у классика до twilight пошло если он сейчас просто настроить абсерверов и морталов то он может вообще погромить офицер эдуард насчет этого не знаю будет ли презентация лота в москве вот наход вспомним мишу звали там что-то покомментировать как бы куда-то москву что-то поделать посмотрим я думаю что если если ее до сих пор не анонсировали в москве презентацию лота значит ее и не будет хотя это странно в таком городе должны бы по идее были бы зелебоба 3 единицы премиум на год только общий можно покупать такова политика сайтов личный премиум нельзя покупать больше чем на весе потому что если стример вдруг пропадет то пропадут деньги человека я помню шума счете посмотрите ручь и линги заходят великолепные филды от классика посмотрите как он раскусил просто да он просто арта не с какой-то чертов он знает наперед каждое или даже зератул зерк приполз и ничего абсолютно не сделал правду бьяла уже четвертая хата добывая добивая добывается как гудгеймом просто владелец владелец гудгейма представлял почему не очень нормально ну что один один убияла хаев пошел он будет пытаться видимо выйти в вайперов сейчас побыстрее ну что три фотонки здесь есть у классика все надежно защиты много видит линга ручи тут рядом ручи кстати без му они столько на подземном у и можно догонять или блинка нету да не должен уже блин на такой стадии быть у классика собак это блин действительно классик наверно стрим палит по ходу не хороший человек в чатике не сидит проверьте-ка узнаем этих арта не со всех 170 классика 155 белла 90 дронов при этом боевого лимита у просто ну намного больше чем у оппонента но бейлинг nest убиала сейчас 21 грейды 6 инфестров уже скоро будет и это очень опасно сейчас классик делает выход до тайминга всех ключевых моментов у зерга если удастся про атаковать до до появление ну и до инфестров уже не получится но например до бейлингов будет замечательно сейчас какая задумка убиала он будет кидать микос сверху зеленку вайпером и еще и бейлингами вкатываться но классик уже заходит обратите внимание в узкий очень узкий проход получает микос сразу же по центрям ой-ой-ой как классик сюда неудачно полез это зачем в такой позиции но бьял отпустил ошибка что бьял отпустил сейчас оппонента пошел вперед но филдов то еще много куда-то бьял поломился слишком жестко имморталов очень много сталкеры как-то сбоку заходят вообще нелепо нужно уводить их уводит в итоге classic давит при этом в лоб инфестры падают лимита процца больше филдов миллиард вообще вайпер прилетает зеленка пошла великолепная сталкеры вообще не атакуют кстати говоря вот сейчас врыв очень неудачный был но классик решил агрессивно блинкануться еще вперед сталкеров миллиард гидра падает плетки падает роучи падают лимит одинаковый боевого больше у процца это один это 2-0 ребята это 2-0 гг пишет бьял изи 2-0 от классика ну пока мой прогноз бывает но если вы на али гулаки ведете классика бьял то увидите что бьял у классика вообще к сожалению ни разу не выигрывал и ни одной карты не брал официальных матчах вот что печально оценивая классика бьял Может быть, если бы он не увидел робот так быстро, он бы хотел сделать больше ручек. Но это просто кажется, что Бюрл становится плохим, не только ненавидимым, но не только ненавидимым, но и ненавидимым. И я также думаю, что это подойдет к тому, что ты говоришь в Гем 1, как Бюрл иногда делает все так, но не так и дешевле. И Классик был очень дешевле, что это было бы не дешевле. Ну что, сейчас будет пауза, чтобы Бюрлу передохнуть дать. Даша прислала Машульца фоточку. Серьезен Бьял. Но если Бьял сейчас вытащит эту игру, это, конечно, будет чудо. Но я что-то уже сомневаюсь, если честно. Но надеюсь, наверное, что не будет 3-0. К тому, что не хочу я, чтобы так было. Да и жаль Бьяла. Такой вот на пике он был, на пике. Но немножечко не хватает. Я думаю, что еще тут очень неудачный соперник Классик попался. Сейчас уже в Лотов играет. Сложно сказать, какая раса выигрывает. Все расы выигрывают. Не тираны. Ну, только GSL выиграл. GSL тиран. Star League Proz. Live Diet выигрывал Zerg. Маша с Дашей. У него родители там живут, они сейчас. Скоро будем вместе, я думаю. Сейчас просто операции все делают. Для меня постановление вот. Даш тоже будет скоро. Допустим. Затем need to play his normal game? Или это улучшение лица поменять join? Я не знаю, что он будет немного за куда? Что я сказал. Классик не был за это. Не хочет только за пару раз на пике. Войду выиграли дважды в сентябре. Это будет в середине гейбой первого продув. Также, он будет на пике и дала ручку. Здесь есть иろんな resources. Прости сейчас. Я думаю, что он будет переназводиться. Мне кажется, что он будет сдвратить. Думаю, он знает что если с тихонькой. Наверное, что с тихой Palейдой не будет снизить. IN網 сыграл. Но это сильно серьезно. так ребят все все в сторону надо немножечко здесь забьяла потопить пул хата 15 у процца у нас не не ксус не самый ранний через гейбл ну карта такая на двух человек да и слишком уж нагло как-то было бы наверное играть именно третий раз одно и то же все-таки проц это ставят ну на рандом на свой страх риск азерк уже осознанно 3 3 хат убил делает в ответ но и ял не 3 хаты пул делать но третья хата 15 хата пул 3 до королев это тоже очень ранее то есть бил тоже очень и очень сильно dark templar free а я буду сонный сейчас на на работе всю ночь не сонным она не буду все-таки вот игры это крутые но нужно до утра выдерживать завтра я думаю что есть только вечер может компанию по прохожу навряд ли завтра что-то буду стримить так как сами понимаете тут ну слишком много старкрафта слишком долгий стрим сегодня и так с пяти часов он начался уже ну то есть 12 7 будет а там до 10 утра я не знаю сколько кстати получается что получается что около 16 часов и будет стрим как рекордные два посмотрим ну что прогоняется овер два газа добавляет classic на второй базе пора бам пока впереди стандартная ситуация опять же следу у ребят даже тем кто хочет спать не рекомендую расходиться после этого бы 5 потому что следующая пара у нас какая зест innovation это ой-ой-ой конечно же все матче буду стримить да и все здесь пару и 50-52 по лимиту уже начал наконец-то бьял обгонять по рабочим оппонента своего успокойство Субтитры сделал DimaTorzok Так, какую к черту задержку? У меня нет никакой задержки Задержка 0 секунд на стриме 0 Это вся задержка в нашем плеере Либо здесь, может, с ютубок Эта задержка есть по сравнению с трансляцией Которая идет на этом На батлнета сайте, на твиче, я не знаю Игнат, вы про Хобота, если говорите То, да, он наезд отборочный прошел Потому что никто, кроме него, на них не пришел Но он в Карелии собирается поехать и тренироваться Так что можете его поддержать Здесь же у нас что происходит Спайер убьяла Коготь, опять же, четвертая хата Очень похожа на первую игру билд Третий Nexus Classic занял практически парабам 71.60 Зерк впереди Аккуратнее нужно быть В центре и отвести немножечко назад Прижаться к какой-то неровности поверхности Так что лингами ничего здесь Биал не сможет сделать Но, возможно, Биал сможет сделать муткой У него как раз-таки накоплены ресурсы на свитч муту И сейчас 11-12 муталисков Просто, да, 12 заказано И, между прочим, в этот раз Старгейта нету, классика А без Старгейта от мутки отбиваться Ну, очень тяжело Хотя, блин, уже скоро будет готов Но фотонок мало Ожидает ли классик мутку Тоже вопрос Может, он ее и вообще не ждет Да, посмотрите, здесь даже пилона нет Около мейна Ё-моё Жесть-то какая Не надо так наглеть Спайер спалил сейчас Спалил сейчас спайер классик Но будет ли он готов в связи с этим муталиском Да, вот фотоночки пошли Иллюзии мутку спалил Великолепно Посмотрите, как он иллюзиями действует Это просто какое-то вообще ясновидение Мутка летит Сейчас призму перехватит Куда, правда, призмой летит классик Он что, не знает, что и мута собьет Про ясновидение Погорячился Минус призма, конечно же Все бесполезно Лучше бы на мейне где-нибудь оставил Сплитит сейчас, естественно, армию на две части Столкеров подварпливает на мейн Столкера с Н3 стоят около второй базы На третьем нексусе добавлено фотон От повышенства Два старгита пошли Не собирается с мутой без фениксов драться у нас Классик Куверчаж на третью выставляет заранее Здесь у нас филд пошел На хайграунд пилончик один бьял Вбивает, но дальше все равно не продавить 141, 161 Насколько великолепная оборона Насколько великолепное позиционирование своих юнитов Сейчас демонстрирует классик Ну вот этот пилончик на краешке Наверное, бьял все равно Сейчас выбьет Так, иллюзиями отконтраливает Полетел куда-то на разведку У нас бьял, естественно И четыре дарка пешком с третьей базы Пешочком пошли они на мейнгзергу Что там сделают, я не знаю Но плеток добавляет сейчас у нас бьял Так, что-то зачем я свой ножик взял Перочинный Лучше его положить А то всякое может быть Спорка добавляется Дарк на мейн один проходит Три на вторую базу Королеву с двух ударов Раз-раз Спорку моментально убивает Классик Можно сфокуснуть сейчас просто хату Даже оверсир не успеет до аморфиться Вот стоят рядом, кстати, между прочим Стоят рядом инфесторы И почему они не пришли и не кинули мейкос Непонятно Хата падает На мейне четыре дрона сбрива Это очень мало И четыре дарка на четыре дрона И хату Ну вот то, что хату вырубил Конечно круто У нас Ну тут в принципе бьял ее восстановит У него на все Хватает ресурсов Это не сильно его отбрасывает назад В данной ситуации Ну не знаю Четыре дарка это дорого То есть каких-то серьезных прям плюсов Тут не было Заполученной отдачи этих дарков Ну кстати Классик ПВЗ робот Я бы не сказал Я как раз таки Для конкурса Кипбета Серьезно так подошел Посмотрел все статистики На Лигу Лаки официальные Прикинул сам Как может быть вообще И Классик там Последний из Эргом Сливал и Рогу И И Этому Как там его Линоку Вот Но Рог и Линок Рог он удивлять может А Линок он агрессивный очень Бьял же Он любит макро Он любит вот этот Ультралы Вот видите Пошли жирноту Такую А Классик против этого Идеально практически играет Как и здесь Он очень силен именно В таких миксах лейтовых Смотрите Начал минусовать своих сталкеров Нужно и Зилков минуснуть Нахрен Так Зилок здесь Так Зилок оказался узким Ну Как в охрану попал Какой-то блин Узенький Зилок Там быков надо брать Чтобы на рампу встал Вообще там Не пройти было Таких как бы Больших Ребят Ну что Попытался Пытается еще раз Ворваться бы я Но тут и Мортал Раздает вместе с Зилком Три иммортала уже Иммортала и Линга Могут раздать Сами понимаете Сейчас Конечно Двухклеточных делов А то какие-то Просто маленькие Набежали Собаки Юрки Школьники И пробежали Что это за охранник такой Наверное такого Кого-нибудь Встал сразу Хоп Иммортал Он там встал Сразу объяснил Как надо В проходах стоять Так С такой-то пушкой Как у Иммортала Конечно легко Ну что Ультралы идут вперед Микс-то жидковат Конечно У Протса Сейчас Очень много Сталкеров Хотя И имморталов Много И Ой Фениксы прилетают Микос Пошел Поднимается Инфест Муталисков Много Муталиски Развалят Сейчас всех Фениксов Ну кстати Вот этот лимит Нужно было Заменить на самом деле Протсу Я имею ввиду Фениксов Потому что Ну конечно Так в одну калитку Их сливать Тоже не очень хорошо Потому что Имморталов Нужно больше Здесь приходит У нас Классик С другого направления Атакует Зерга Сейчас Пошли Бруды Но уже Темписты По три штуки Заказывают Посмотрите Протсу Наперед Все знает Это понятно Что Все как По ущебнику Бруды У Зерга У Протсу Темписты Все По земле Вот еще бы Чтобы вообще Контрить хорошо Этот микс Зерга Архончиков Пару Сюда Место Вот этих Сантрей Зелков Тройку А то Как-то Без архонов Это Смотрится Не ахти Да и Сплэш Боит Чтобы Грудлингов Там Подбревать Ведь Бруды Стрельнуть То успеют В любом случае И Объяло бы Вайперов Боит Пару Тоже Туда Добавить Чтобы Ну Микс Был Посерьезнее Чтобы Чтобы Вынужденные Юниты Были На ультралов Идти Как бы Вперед Имморталы Потому что Если они С рейнджа Стреляют Они Очень много Дэмж Наносят 5 бас У Зерга Дарки Приходят Сейчас Ну Куда Не приходят К третьей Заходят К спорке Здесь Бруды Начинают Бомбить Темписты Где-то Не на позиции Очень Вовремя Сейчас Бьял Наламывается Потому что Ему Сейчас Просто Вайперов Нет Зеленки Нет Сталкера С мейна Плюс Темписты Подходит Здесь Хата Упадет Абсолютно Точно И Зеркни Продавливает Процессы В лоб Агрессивный Подблинг Подбрудов Пошел Вперед Ломится Бьял На Иммортлов А вот Зеленка Не прав Я был Вайпер И есть Но Ультралы Подходят Плотную Ультрала Все меньше И меньше Нексус Падает Иммортлы Стоят Темписты Последнего Уже Бруда Сейчас Убивают Муталиски Отдаются Агрессивный Блинг Вперед Под Ультрала Разбирает Классик Сейчас Бьяла Но он Остается На трех Нексусах Из которых Два Почти Закончились Против Пяти Баззерго И до заказ Просто нереально 9 ультралов 38 лингов То есть Сейчас Шанс Для классика Прийти Вот и на приросте Зерго Попытаться Забреть Но Не факт Что получится Как только Выйдут Эти ультралы Будет очень тяжело Здесь что-либо Сделать Сталкеры Прикрывают Иммортлов Блинкаются Вперед Блинг Правильный Для прикрытия Иммортлов Темписты Разбирают Корапторов 176 164 Лимита Классика Уже больше становится Чем оппоненты Его Ультралы Выходят Может телепорт Домой сделать Я не знаю Телепорт Домой Да Классик Делает Понимая Что здесь Не надо С ультралами Которые Зашли в спину Драться В такой Не выгодной Позиции Тем более Он строит Иммортлов Добавляет Еще по 2 И там Уже 2 вышло Уже 3-4 Строятся Новенькие И он просто Развалит Все нахрен Брудо Строить Смысла Нет Темпистов Уже дофига А по земле Просто у классика Вообще Еще он Вот эту шваль Все разменял Одна центра Осталась Еще архончики Сейчас добавятся Сюда Просто идеальный Микс против ультралов Получается Какая-то Попахивает 3-0 Конечно Счетом Судя по лимиту И происходящему В этой игре Ну вперед Забегать Не будем Ну что Линги Пытаются Тут подгрызть Флитбикон Конечно Не получится Мазершип У классика Пошел Пирочиный Ножик Рядом Лежит Но я его В руках Больше не держу Во избежание Всяких Инцидентов Ну что Делки Какой-то пошли Золото Восстановил Классик Я думаю Мазершип Сейчас дождется Пойдет вперед Шторм Еще сейчас Ой Шторм Там будет Фидбеки Короче Жесть Полная Мазершип Вообще Сбить нечем Здесь ультрала Здесь тоже Микс серьезный Лазерго Спора нет Но Думаю Что Думаю Что Конечно Тут тяжело Будет Это единственное Что у классика Оставляет Желать лучшего Это Ну как бы Не совсем Так Сейчас Разверну Немножечко Мысль Хотя Я еще Не сказал Что я буду Разворачивать Грейды Оставлять Желать лучшую Почему Хоть Три Один Уже Есть И второй Армор Делается Но Полей Нету Они Очень Важны Архоном И Всем Юнитом Конечно Конечно Хотелось Чтобы Они Появились Но Все Равно Здесь Решает Именно Жир Такой Именно Мощность Технологичная Микса Вот Уже Размен Сталкеров Пошел Посмотрите Заходят Они На Мейн Они Не нужны Понимают Просто Что ему Нужны Более Грамотные Юниты Попытка Фокуснуть Хайв Транс У королевы Есть Да Сталкер Дэмэджи Много Конечно Вносит Но Успеет ли Фокуснуть Королевы Не успели Прийти Хайв Падает Уже Упал Хайв Ну что ж Неплохо Попытка Фокуснуть Грейтерспар Не Но Грейтерспар Уже Не Фокуснуть Брудлинги Ультрала Мешают Пройти Блин Они Должны Раздавить Их Просто Как Клопов Даже Своих Этих Брудлингов Ультрала Но Это же Игра Они Не Давят Здесь На Золоте Классик Напрягает Да Обьяла 200 Лимита Но У него Рабочих Больше Чем У Продсу У него Меньший Боевой Лимит Сейчас Еще При Этом Все Три Грелки Уже Классика Я бы Назвал Это Смешанная Армада Айурская Не Чисто Воздушная И по Земле Идеально И по Воздуху И Мазершип Еще Есть Экспедиционный Армада Корпус Копье Адуна Это Корабли Протаса Самый Гигантский Классик Купит На 100 Баксов Если Выиграет Близ Комплекс Но Пока Все Идет К победе Его Встречи Против Бьяла 196 198 По Лимит 137 Боевого На 120 Грелочки Летят Перед Вторая Атака Уже Ну что Штормы Пошли На Корапторов Предупредительные Темпесты Брудов Просто Изничтожают Вот Два Бруда Упалок И Бьял Просто Разворачивается Уходит Назад Ревелейшн На Брудов Кинут Идеально В итоге Темпесты Просто Их Провожают Королевы Тоже Задерживается Трансьюз Нет Он Не Успевает Протрансьюз Еще Одного Бруда Успевает Классик Забрать Королевы Тоже Конечно Не Уходят Никуда Ну и Классик Пятую Занимают Я Уже Сейчас Вижу Зверка Приходит И что Он Ничего Не Может Сделать А что Он Может Изменить В своем Миксе Ему Нужно Больше Магии Немножечко Может Даже Уличный Я Не Вижу Инфесторов И Вайперов Теперь Где Они Все Черт Побери Ребят Начинается Новый День Просьба Отключать От блога Поэтому Поддерживать Мой Канал Тем Самым Подписываться На премиумы И Естественно Поддержка По реквизитам Или Через Плеер Тоже Очень Важна Всем Спасибо За Внимание Ну Что Тут Линги Пытаются Тут Здесь Протос Просто Везде Даже Юркие Линги Не Успевают Пробежать Здесь Просто Архоны Снуют Туда Сюда Не Знаю Как Будто Планету Уже Приватизировали Эти Протос Гейтов Классик Добавляет Пятый Нексус Занимает Уже 12 часов 6 Прости Часов Занимает Вы Строите Слишком Много Бас Это Как Добываете Вес С двух Позиции Одновременно Очень Лискованно Две Базы Ставите У меня Уже Какая-то Хрень Полетела В Компанию Вспоминаю 4 Сталкера Есть Микси Ну Сталкеры Важны В Доварпе Сейчас Очень Но Не В основной Битве Вот Сейчас Посмотрите Очень Опасный Момент Для Протоса Чем Он Опасен Сейчас Ситуация Какова 200 В 200 Лимита Да Боевого Протоса Больше Но Он Не Имеет Права Развалиться В Одной Единственной Битве Почему Потому Что У него Нет Запаса По Ресурсам Должно Пройти Минуток 5 Хотя Бо Сейчас Чтоб Он Хороший Запас Копил А У Зерго 5 К На 4 К По Ресурсам И Если Он Убьет Он Просто Нормально Разменяется Точнее Он Просто До Заказа Может Убить Постоянно Что Самое Главное Классик Не Забывает Оракула Он Есть И Он Постоянно Кидает Ревелейшн Все Прекрасно Видит Протос 4 Дарка На 12 Приходит Ну Это Баскэш Будет Ликвидировано А Зерго Позарез Нужна База Шестая У него Кончается Все Уже Тоже Собирается Такое Ущение Подраться Бьял Да Пошел Вперед Ультралами Прям На Фатонке Фидбэк На Вайпера Фидбэки Великолепные От Классика Штормы Тоже Великолепные Прям По Корапторам Просто Жесть Там Столько Штормов Грелки Минус Всех Корапторов Делают Бьял Дозаказ И только С этим Дозаказом Лимита Больше Становится Разбирает Протос Потеряв Я не знаю Ну 40 Лимита Он 30 Лимита Потерял Что Потерял Протос Он Ничего Практически Не Потерял В этой Битве Он Развалил Зерго Вообще Под Ноль Сейчас Классика У У Бьяла Даже Лимита Не Хватает Так Фулл Горыч Слушай От тебя На карте Не было Что-то Ничего Пока Ну Если Ты Со Своей Кидал Ты Не Павел Не Дмитрий Не Евгений И Не Эдуард Только От них Пока В любом Суча Спасибо Наверное Там Какая-то Задержка Попытка Бьяла Сейчас Расхарасить Мейн Свич Гигантский Мутку Ну У Классика Три Сторгита Есть У Него Три Атаки По Воздуху У Него Армор Второй На Воздух Делается Какая Мутка 12 часов И Что Мы И Что Что И 124 Лимита Процесса И 162 Зерга Ну Что Фениксов Все Больше И Больше Для Мутки Это Печально Очень Ну Что Ж Ревелейшн И Просто Идеальная От Классика Он Постоянно Все Видит Спасибо Тебе Фулгорич За Внимание Смотри Записи Спасибо За Поддержку Я Думаю Дойдет Попозже Бывают Задержки Иногда А Может Что Там Косич Сам Проверь Не Знаю Короче Говоря Мутку Провожает Просто Великолепно Сейчас Классик И Это Учитывая То Что Нет Рейнджа Фениксом А Сейчас Рейндж Будет А Когда То Ещё С Таким Смайликом Ставишь Рейндж Фениксом Я Тебе Забанить Должен За Это Тут Без Рейнджа Всё Вообще Сейчас Рейндж Будет Что Сейчас Вообще Будет Это Просто Без Просто Ни Одной Карты По Статистике Ещё Бьял Не взял У Классика Представить Так Рейндж Успел Доделаться Всё Филет Бикон Нет смысла Убивать Линги Забегают Сейчас Эти Стенки Нету Можно Лингами Захарасить Но Сейчас Мутка Попадает Просто В засаду Феникс И посмотрите Что делают Унижение Муты Пошло Минус 7 У Талиски Дорогущий Лимит Блин Просто Жесть Ну как Не бьяло Жалко Становится Классик Ни одного Шанса Ему не оставил Просто Ни одного Не оставил Шторм Попадает 90 Но 188 Гэгэп Ищет Бьял Блин Жаль Ну хорошо Здесь Наверное Мамы Его нету Здорово Минатыч Да Что-то Да Какая Тут Уличная Магия Это Уличную Магию Классик Здесь Показал Он Скукожил Просто Всех Этих Зверушек В прямом И переносном Смысле Пользователь Соприм Активировал Премиум На ваш Канал Спасибо Суприм Тебе Ну что Ребят Не Не спешите Расходиться Следующий Матч Зест Против Инновейшн Это Будет Дичь Я считаю Один из Центральных Матчей Потому что С высокой Вероятностью Победитель Может стать Чемпионом Голосовалку Кто не запилит Конечно Стоп Старт Делаю Запись Добавлять Сейчас Буду Дайте Интервью Посмотрим Сначала Короче Классик Играет Что С Зергем Неплохо И Против Биала Статистик Он все Знает Он уверен И Если Он бы Выиграл Первую Карту То Скорее Все Выиграл Б Весь Матч Он Так Думал Ну и так В итоге И вышло Соответственно Яндек Подержал Ваш Канал На сумму 51 рубль Ровно Пошел Спать Хорошего Стрима Спасибо Те Яндек Братан Спокойной Ночи Рановато Рановато Ну ладно У всех дела Свои Ребят Те Кто Крепкие Оставайтесь Будет Еще у нас До утра Стрим В Америке Проходит близко Ничего С этим Не поделать Но Прямой Эфир Это всегда Круче Чем Запись Я думаю Конечно Инновация Все Эксперты Скажут Но Инновация Действительно Повторя Он Крепкий И я думаю В этом Матч В ряде Систем Кто Виндет Крепкий 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 Близзкон Еще один Повторый Повторый Я Я В Крепкий В Стар Лиге И Я Повторю Кто Тебе Скал Что НЕКСУС АНИ НЕКСУС Ну Что Ребят Стоп Стар Делаю Все Равно Классика Не слушаем Понятно Что Загромил Просто